Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Четырёхлетняя киевлянка Аврора никогда не ела мясо. Родители девочки отказались от животной пищи задолго до её рождения. Мы едим только то, что приготовила природа. Мясо – это плоть убитого животного. Семья богаче сыроеды. Пара яблок, пучок зелени, зёрна граната, иногда несколько орехов. Вот их привычное меню. Да, у меня был целый букет болезней. Скорее всего, я бы уже сейчас был бы где-то в сырой земле лежал. Ещё одно правило – ничего не покупать в супермаркете. Мы не едим ничего, что продаётся в супермаркете. Вообще ничего. То есть там нет еды. Это не еда. Официальная медицина считает растительную диету для ребёнка опасным экспериментом над детским организмом. Сыроедение не относится к сбалансированным системам питания, поэтому оно, в принципе, противопоказано детям, особенно детям малого возраста. Как сыроедение заменяет мясо, а желание излечиться от всего на свете вытесняет здравый смысл. Сегодня тема программы «Вся правда о сыроедах». И к нам в студию любезно согласилась прийти четырёхлетняя Аврора, конечно, со своей мамой Татьяной. Таня, расскажите нам, как давно вы перестали есть мясо? Ну, я мясо уже не ем более пяти лет. А почему так случилось? Вы знаете, как-то постепенно это всё происходило. Когда мы познакомились с Павлом, мы экспериментировали, да, там, периодически. То ели мясо, то не ели мясо. Ну и в те периоды, когда мы не ели мясо, было самочувствие гораздо лучше. Ну то есть вот буквально что, вы стали меньше болеть? Да, да. Стало чувствовать себя лучше, стало утром лучше просыпаться, здоровый сон, стало больше энергии. То есть, ну... Аврора, расскажи, пожалуйста, а что ты ела сегодня? Пила водичку, да? Пила водичку. Какую? С мёдиком? Кисленькую с мёдиком. Так. А что ещё? Мандаринки кушала? Мандаринки кушала. Таня, расскажите, вот что обычно кушает ваш ребёнок? Ну, обычно наш ребёнок кушает много-много фруктов. Да? Всё это... Ну, сколько много? Ну, вот, допустим, она бежит в комнату и говорит, мама, мне нужно 9 мандаринок. А, то есть она, ребёнок сразу называет точное количество, да? Да, вот ей нужно 9 мандаринок. И за раз съедает 9 мандаринок. Ну, она может меня угостить, папу угостить, ну, как бы, да. Ну, слушайте, я не всегда за раз только съем. Ну, если бы вы ели только мандарины, я думаю, вы бы съели их за раз. А мясо ваша дочь никогда не пробовала? Мясо наша дочь не пробовала. Ты не пробовала мясо? Нет, не пробовала. А интересно было бы попробовать? Интересно. В нашей студии Лиля Киш. Да, Лиля. Дюш, Доброня. Я, с одной стороны, поддерживаю нашу героиню, потому что я также являюсь вегетарианкой, но я не 100% вегетарианка, я лактовегетарианка, то есть я могу позволить себе какие-то молочные продукты, там, сыр и так далее. А в мене до вас питание, вы под час вегетности вживали мясо? Я могу вам сказать, что во время беременности я очень много ела фруктов разных, очень много салатов всевозможных. Мне очень нравились булочки, потому что я не могу сказать, что я 100% сыроед, и, как бы, ну, благодаря супругу у меня нет такой, знаете, категоричности в этом. Возможно, я просто не доросла до этого, потому что это не так. Ну, вы, может, так самое, я туда и лактовегетарианка, там еще в булочках... Могу, если мне захочется. В булочках е молоко, правильно? Совершенно верно. Если мне захочется, я это, как бы, съем. Сергей Исаев, семейный врач. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот чем могло грозить Татьяне вот отказ от мяса в период беременности? В животном белке содержится полный набор аминокислот, и заменимых, и незаменимых. Неполный набор аминокислот, он может привести к неправильному формированию тех же органов, к их закладке, к неправильному развитию. То есть, не боялась вы взять ответственность на себя за здоровье своей дитины? У меня было настолько прекрасное самочувствие, у меня ни разу не было ни токсикоза, ничего. У вас хорошее было почувствие. Ну, так а как может быть, если у меня плохое, то и у ребенка хорошее? Ну, вы же понимаете, что там внутренние органы, там кисточки, там все, оно же дуже впливает насправдь. Олег Швец у нас в студии, главный внештатный диетолог МОЗ Украины. Олег. Спасибо. Спасибо, Алексей. Да, я хочу сказать, что действительно жесткое вегетарианство, веганство, оно противопоказано некоторым категориям людей вообще. Это женщины беременные, те, которые кормят грудью. Это дети, подростки. Это ряд людей, у которых есть тяжелые хронические заболевания. Тем не менее, люди могут иметь свои убеждения. Каждый человек должен иметь ответственность за свое здоровье, здоровье своих детей. И вы должны, мой совет, постоянно находиться в контакте с семейным врачом. Если вы выбрали для своего ребенка вот такой путь развития, то ребенок должен получать дополнительные источники, там, незаменимых пищевых веществ. Если ребенок находится на жестком веганстве, это на самом деле плохо. И, ну, мировая статистика, серьезные исследования говорят, что такой ребенок отстает от своих сверстников и в физическом и умственном развитии. Александр Рудницкий, вы фитнес-тренер. Спасибо. Я не отношу себя ни к одному, ни к другому лагерю. То есть мне не обязательно приписывать какие-то ярлыки, давать флаг в руки. Хочется выгодарианец. Я воюю за... Нет, я питаюсь живой пищей. То есть, как правило, сырой. В том числе я могу есть там сырую рыбу, там, сырое перепелиное яйцо, живые продукты. То есть примерно 80-90% моего рациона является живыми продуктами. Я себя отлично чувствую. Ну, скажем так, у меня хорошие спортивные показатели. Чем больше появляется вот как раз супермаркетной пищи, синтетической, модифицированной, то есть, ну, максимально удаленной, да, от природы, тем статистика вообще в геометрической прогрессии по росту заболеваний. То есть это точно. И эта статистика точно побеждает вот статистику, я вот думаю, по поводу веганства, вегетарианства там, ну, и так далее. Мне кажется, разговор не о том, кто из нас ест мясо, кто нет. Ну, вот, мама, да, взрослый человек. Я смотрю там по этому маленькому интервью, я понимаю, что там отец такой жесткий в плане того, что мы все сыроеды, я сказал. Но... Давайте сейчас посмотрим, давайте посмотрим, как питается семья богаче. Внимание на экран. Обычно мы начинаем свой рацион с фруктов. Сейчас сезон гранатов у нас. Можно сказать, что праздничное блюдо готово. Мы можем перейти к овощам. Ну, значит, собственно, основное блюдо, которое сегодня в нашем столе, оно готово. Это что-то между обедом и ужином. Мы не едим мясо, мы не едим молока, мы не едим яиц, мы не едим, не знаю, птицу, рыбу. Ну, мясо – это еда для эльфа, эльф – это наша собака. То есть, ну, как это, может, человек есть собачью еду. Кто кушает мясо? Собака. А ты? Я еду. Не знаю, что ваши родители говорят, потому что я вот не могу, понимаете, для меня большая радость, когда я еду к своей бабушке, я знаю, что обязательно будет мясо из печи, будет картошечка, огурчики, вареник. Я просто не представляю свою жизнь без этого всего. Вот ваши родители, как же без этого. Это больной вопрос. Хотя вот мама моя, она уже, можно так сказать, смирилась. А дойца не хочет мясо? Честно вам скажу, даже вот, когда мы приезжаем к бабушке, когда такой стол настоящий, когда отбивные, котлеты, рыба, все вместе вот это, да, с оливье, со всеми делами, ну, как бы, ну, нет у нее, вот. Потому что рядом есть мандарины, яблоки, бананы, вот это все, она, это привычная для нее еда, понимаете? Вы давали скуштовать мясо? Она, ну, как бы, я, ну, она не пробовала его, она не хочет его кушать. То есть, при мне лично нет, может быть… Подожди, я… Есть подозрение бабушка, знаете, может быть, ну, как бы… То есть, она не хочет или вы ей не давали? Нет, я ей не давала, и она не хочет. Ну, как вам сказать это, то есть, я вот, Аврора, она скушает мясо, но его дома нет. И тем не менее, вот прежде, чем вы отказали своему ребенку в мясе, вы советовали с докторами как-то? Нет. То есть, это ваше такое решение? Ну, это большее решение даже супруга, да. У нас в студии врач-диетолог Людмила Синеок, встречайте. Добрый день. Добрый день. Добрый день студия, добрый день коллеги. Я, как вы понимаете, представитель официальной медицины, я много лет работаю в институте геронтологии, это институт занимается проблемами долголетия, вот. Знаем, естественно, о таких направлениях нетрадиционного питания, как вегетарианство, сыроедение. У нас была десятилетняя тема по изучению долголетия в Грузии, Абхазии в свое время. Есть районы долгожительства и на Украине, это и Виненская область, и Закарпатская область. И что характерно, из всех этих долгожителей, только 8% где-то на протяжении жизни были лактовегетарианцами. То есть, все-таки молочно-растительная направленность. Чистых вегетарианцев у нас не было, и, собственно, все находятся на смешанном полноценном питании. Что вы так решили для себя, это, так сказать, ваш вопрос. Но всех, наверное, медиков, конечно, вопрос питания ребенка. Оставить ребенка без белка, животного белка, естественного белка, это же высокая потребность для роста, для развития организма. Людмила Янидовна, вот я как раз хотел спросить, Татьяна в период беременности не ела мясо. Вот сейчас ребенку 4 годика, Аврория, она тоже еще не пробовала на вкус мясо. Вот какие могут быть угрозы для ее здоровья? Каждому возрасту характерны свой уровень обменных процессов. Здесь очень высокие синтетические процессы. Если у нас потом уже, они уравновешиваются, распады синтеза, или потом больше идет уже даже процессы распада, то здесь очень высокие в детском образе вообще положено 4 грамма белка на килограмм веса. Людмила Янидовна, вот я сейчас смотрю, абсолютно здоровый ребенок. Или могут быть какие-то угрозы, которые мы можем не видеть? Так, это... Ну, нам трудно понять и согласиться с тем, что будет так дальше. И нужно проверять и быть на контроле с этим ребенком. Рассказывать... Вот будьте добры, вот скажите свой рацион в течение суток. Не только 8 апельсин, бананы и яблоки. Вот что у вас на завтрак, кроме того, что вы начинаете... Я не завтракаю. Вы не завтракаете. Что у вас на обед, что у вас на ужин? Это либо салаты, либо это опять-таки фрукты. Иногда, если, допустим, чувствуется, хочется чего-то такого вот, да, это могут быть орехи. Также это может быть гречка, в которой водичкой заливается. Если это зеленая гречка, можно ее там горячей водой. Картошку очень давно не ели. Олег. Да, хочу добавить. Я согласен с Людмилой Леонидовной. Мнение официальной медицины очень четко в этом отношении. На сегодняшний день только главе семьи есть, скажем, основания говорить о том, что ему вот такой стиль питания может быть полезен. И есть данные серьезной статистики, что у мужчин среднего возраста этот стиль питания улучшает и качество жизни, уменьшает риск заболеваний, увеличивает продолжительность жизни. У женщин и у детей мнения обратные. То есть и данные обратные. Поэтому им все-таки как минимум нужно находиться на лакто-ово в вегетарианстве, употреблять молоко, молочные продукты, рыбу и яйца. Тогда этот рацион будет более-менее сбалансированным. Все-таки надо было, вот сколько здесь, я знаю, занимаются изучением фактического питания, составить свой рацион, чтобы вам посчитали, сколько вы калорий, сколько у вас белков. Я даже не хочу на это заморачиваться. Зачем мне усложнять себе жизнь? Объясните мне, пожалуйста. Ну, вы знаете, так можно довести себя до такого состояния, которое безвозвратно. Вы используете белки, собственные белки. И можно себя вести в такое состояние, что это... Нет, мы просто говорим о том, что, типа, здоровье, там, вредит как-то здоровье, но если вы опять, я вернусь к тому короткому видео, где, ладно, там, я не знаю, может, это здоровье не вредит, но это каждого свое. Но когда отец, если бы мне отец все детство говорил, что мясо едят собаки, а мы едим салат, то я бы вырос к 14 годам, и все, кто ел бы мясо, называл бы собаками, и говорил, вы все собаки, и не знаю кто. Ну, это, честно, просто вот эта психологическая сторона, ну, точно так же, можно сказать, салат, траву едят, там, не знаю, ну, не будем говорить, там, козлики, там, но... Вы понимаете, что самое главное, Вовка, извините, что перебивают, но самое главное, ну, при всем при этом, ну, семья абсолютно счастливая, ухоженная, чистая, нормальная, нормальная семья. Ну, слава богу, слава богу. Если их это сплотило, это же отлично. А я уверен, что люди... Вы верите, это интеллигентные люди, вы же прекрасно понимаете, что если девочка будет себя чувствовать не очень хорошо, то, безусловно, это будет пересмотрено. Лам, скажите, я знаю, вы тоже, вы тоже вегетарианка, да? Я вегетарианка, але на данный момент я не є радикальна вегетарианка. В моем житті было багато різних моментов, коли я была и веганом, и сироидом, и лактовегетарианкою. На данный момент я вживаю рыбу, потому что я, ну, в моем житті зараз, ну, багато концертів. И я хотела сказать про то, что если есть возможность за этим следковать, ориентоваться в этом, то ты будешь полностью здоровый. Но если человек не готова быть вегетарианцем, то лучше идти на такие компромиссные моменты. Олег Швец. Да, хочу спросить, скажите, Татьяна, прививки вы делаете ребенку с ним? Это тоже убеждение? Да, это тоже убеждение. А на чем основано это убеждение? На том, что все прививки, это очень вредно. Вы думаете, что в жизни вот ваше мнение, это мнение самое правильное? Да, потому что я ее мама. Понятно. И, если можно, дозвольте мне, будь ласка, студия, зробите вам комплимент. Насправді, незважаючи на то, что там дитина не есть, это уже такие проблемы, вы дуже гарно выглядаете, как жінка, которая народила. У вас дуже гарна фигура, и, взагалі, вы дуже чудово выглядаете. Я думаю, все со мной згодны. Ну, теперь мы сможем задать все вопросы Павлу Богаче, папу Авроры. Встречаю в нашей студии Павел Богаче. Здравствуйте. Ну что, расскажите нам, Павел. Я готов, атакуйте. Почему перестали есть мясо? Я вот этого пропустил. Почему? Я бы хотел сразу поставить пару вопросов вам, да, ну, то есть всем защитникам или противникам. Мы с вами биологические организмы, вы согласны? То есть мы все биологические организмы, мы чем-то должны питаться. Как определить, чем питается биологический организм, вот если вслепую? Вот у нас нет медицины, оставим в покое пока медицину на секундочку, и диетологию, и вообще все научные достижения людей. Подарили вам какую-то неведомую зверушку инопланетную, и вы не знаете, чем она будет питаться. Ну вот расскажите, расскажите, да, Павел. Ну как вы будете действовать? Я уверен, что самый простой способ, да, дать ему на выбор все. Вот возьмите ребенка любого, не обязательно Аврору, любого ребенка, четырех лет, двух лет, трех лет, и дайте ему, вот заполните в комнату всей, ну то, что мы считаем едой, вот на этой планете. То есть зверушками, листиками, травкой, фруктами, ягодами, всем чем угодно. И понаблюдайте, что он будет есть. То, что ярче, то, что вкуснее. Да, если этот ребенок, если этот ребенок, любой ребенок, внимание, воспитанный в вашей семье, в вашей, в любой, набросится на кого-нибудь козлика, перегрызет ему глотку и будет его жрать, я снимаю, просто снимаю с себя все. А конфеты вы кушаете? Ну мы нет. А ребенок тоже, я так понимаю, Аврору, не кушает? Ну нет, предположим, что мы все-таки создание Всевышнего, а не создание... Самих себя. Самих себя, научный прогресс, да, создал человек. Ну все-таки нас создала природа, да? Конфеты, сырочки, мясо, ну то, что вы называете мясом, поверьте мне, я мясо, я мясо в своей жизни пробовал, вы вряд ли. Вы ели сырое мясо? Сырое мясо? Конечно, струганину вот эту. Струганину. Подождите, Павел, Павел, у вас есть мобильный телефон? Есть. Но вы же им пользуетесь, почему вы там как-то не бегаете? Все реже и реже, знаете. То есть мы живем все в цивилизации, извините. Все реже и реже. Принимаю. Принимается. Одна маленькая ремарка. Мобильным телефоном тот вред, который мы наносим себе, не сравним с тем вредом, который мы наносим себе, запихивая в себя все подряд. То, чем мы питаемся сегодня, средний человек, это мусор. Сыроедами являются все жители планеты Земля. Все, кроме одного. Кроме человека. Кроме человека. А, то есть если есть сырое мясо, то это нормально, да? Если вы готовы, есть сырое мясо, конечно. Есть даже целые клубы сыроедов-мясоедов. А, то есть я помню, если, ну, то есть, а, я думаю, что вы только за сырое мясо и за все остальное. Так, и что? Конечно, я очень много экспериментировал. Я прошел очень, ну, большой путь до того, как добраться до вот такого. Но вот кем вы працюете? Чем вы заработаете на життя? Я до недавнего времени был IT-предпринимателем. А сейчас я стараюсь постепенно от этого уходить в сторону. То есть чем вы на данный момент занимались? До этого я занимался, чтобы вы понимали, торговлю продуктами питания. До этого я был ресторатором, поваром. То есть вы безпосередньо связаны? Да, вот именно профильный, профильный как раз. Подождите, а вы были поваром, да? Я был поваром, да. Вы готовили мясо, да? Я готовил не только мясо, я готовил великолепно мясо и все остальное. Я готовил великолепно мясо. А ваше фирменное мясное блюдо какое было? Ну, хороший стейк. Меня учила делать аргентинка, уже женщина пожилая, в возрасте. Ну, то есть я могу рассказать сейчас, и думаю, что большинство из вас в студии потекут слюни. То есть я понял, что такое мясо. Ну, у меня уже начинают, да, когда рассказали о стейке. Смотрите, я расскажу. Подождите, оно-то выглядит как издевательство. То есть вы не едите. Ну, пусть будет так. Пусть будет так. Вы знаете, я понял, что в Украине приготовить стейк вообще невозможно. У нас нет этого мяса. У нас нет таких коров, из которых делается стейк. Понимаете, да? То есть есть такое понятие фиорентина. Ну, то есть флорентийская отбивная. Она делается из коровы, ну, из взрослой уже достаточно коровы. То есть это большой кусок мяса. Кило 300, кило 400 в сыром виде. Так вот, когда я сижу за столом и наблюдаю одним глазом, она поставила сковороду на шипящий такой, ну, шумящий газ. Чистая сковорода, толстенный там чугун или сталь, не имеет значения. Она стояла на огне минут 15, пока она не побелела, ну, то есть покраснела. После этого берется толстенный кусок мяса, кладется на эту сковороду, причем на одну половину сковороды, потому что она охлаждается от мяса. Все, я все понял, Павел. Перекладывается. Вы это ели потом? 40 секунд. С одной стороны 40 секунд, с другой стороны. Вы это потом ели, Павел? Белок сворачивается. Павел, прекратите. Я это ел. Я это ел с большим удовольствием. Как вы могли от этого отказаться? То есть я ездил на Сардинию для того, чтобы найти сыр с червяками, с опарышами, знаете? Закладываются опарыши специально, которые съедают весь сыр. Павел, я теперь понял, извините, вопрос. Вот если вдруг придется накрыть шикарный стол с мясом, вот с какими-то экзотическими там блюдами. Вы сможете это сделать? Зачем? Ну, вы же умеете это делать. Зачем? Ну, для друзей, например. Для чего? Я вас, правда, не понимаю. Мне кажется, что дело просто... Вы так вкусно рассказываете, а дочь кормите мангаритика. Можно я скажу секундочку? Я вам еще вкуснее расскажу о том, как вообще можно не есть целый день и чувствовать себя прекрасно. Мне кажется, дело совершенно не в мясе сейчас даже не в сыр. Вы говорили про то, что была определенная какая-то болезнь, да? То есть какие-то проблемы со здоровьем, да? Да, большие проблемы. То есть мне кажется, это просто говорит о том, что у человека просто в определенный момент переоценка сознания произошла. И дело не только в еде. Это говорит о том, что, вы смотрите, ребята одеты по-своему абсолютно. Вы не похожи на среди статистических жителей этой страны. Это говорит о том, что у вас изменились каким-то образом взгляды, правильно? И вы своих близких оберегаете от того, видимо, что у вас еще какие-то проблемы были. Мне кажется, дело абсолютно не в еде. Саша, а чем не похоже, извини? Но это, как это правильно сказать, вы можете поймете, сейчас есть такое модное слово, артовые, говорится так. Это когда человек абсолютно живет в своей системе, в своей системе ценностей и абсолютно не ориентируется на то, что происходит в округе. Это все вплывы Италии. Я, например, я считаю, что в данном случае это просто абсолютно нетипичная семья и в этом ее основная прелесть. Они харизматичны, своя абсолютная ячейка общества. И дело не в мясе. Олег, да. Олег, скажите, пожалуйста, вот я спрашивал вашу жену, что она говорит, что вы не делаете прививки ребенку. Вы мне можете объяснить, по какой причине? Ну, я не просто не делаю прививок своему ребенку. Я однозначно настраиваю всех людей, на которых я имею какое-то минимальное влияние, отказаться от этого ужаса, от этой катастрофы. А вы привыкете? У вас есть привык? К сожалению, да, от оспы там мама меня прививала. Ну, извините, в то время я немного руководил, я не был осознанным. Я вообще родился в семье медиков, и так как медицина, в принципе, призвана для того, чтобы лечить, я очень много болел. То есть, кого лечат, тот болеет. Тут вопрос связи, что первичное. Павел, вы говорите неосознанно, но все-таки вашей дочери вы не оставили выбора, судя по всему. Я, конечно, не оставил, я ответственный родитель. Я выбор... То есть, вы сделали за нее это? По праву родители, естественно, но как иначе. У нас за кулисами неплохо кормят, все мы здесь съемочная группа, неплохо питаемся. Я сейчас попрошу принести в студию наш сегодняшний обед. Будет интересно, чтобы вы из этого съели. Вы окончательно издеваться решили. Александр, если захотите съесть что-то, вы можете это сделать. Пожалуйста. Боюсь, я не разделю с вами трапезу, потому что я уже несколько дней вообще ничего не ем, поэтому... Так. Давайте посмотрим. Так, у нас здесь суп гороховый, орехи, картошка, это мясо какое-то обжаренное, оливье, оливье, вот. Ну вот, что бы вы съели? Если бы я хотел заболеть, то я бы съел бы что угодно. Орехи при одном условии. Если они сырые, то их можно, ну, как бы пару орехов, естественно, съесть. Александр, это балласт на тело. Бери гороховый суп. Ребята, извините, я понимаю, как мне сейчас... Не, я заберу это. Куда я суп заберу? Саня, бери гороховый суп, а с музыкантом полезно. Это Дантесов. Это Боби, Боби. А что там? Я не смогу потом видеть в глаза заберу. Накормим шоу-бизнес. Спасибо. С врачами. Так, то есть, смотрите, я вот, я ел, да, в перерыве там, я ел эту еду, то есть у меня уже потенциально может быть какая-то зараза во мне, да? Где здесь? Ешьте, ешьте, Александр. А как болезни тогда лечить? Как болезни лечить? Хороший вопрос. Даже лучше вопрос, как с эпидемиями справляться, если все откажутся от прививок. А вы немножко поинтересуетесь вот именно вот историей эпидемии и поинтересуетесь, кто выживал в этих эпидемиях. Иногда были случаи, когда до 80% людей. А, то есть, естественный отбор лучше, чем прививки. Вы знаете, если будет эпидемия какая-нибудь серьезная, я думаю, что вот шансов из всех нас выжить будут, наверное, больше всех у нас. Я очень много лет отдал медицине. Не только, как бы, по праву рождения в семье грамотной, да, и, ну, как бы, в этом направлении. Я работал в этом, ну, как бы, я работал в этой сфере за границей. Я разочаровался в самых, самых, как бы, светилах европейской медицинской науки. Знаете почему? Мой отец очень рано умер. А причем был очень грамотным врачом. Он спас очень много людей. Ну, спас, помог. У меня вопрос к врачам. Почему вы так долго, почему вы живете меньше, чем среднестатистические люди? Ну, врачи вообще к себе относятся изначально, скажем так, хуже. Вы знаете, это плохой очень признак. И я, ну, вообще не рекомендовал бы обращаться со здоровьем к тем, кто сам нездоров. Ну, это абсурд, вы сами понимаете. Саша, как вы себя чувствуете? Офигенно! Меня удивляет другое. Маленькая, красивая девочка. Без конфеток. Ну, как же так? О, ужас! Ну, вот как? Ну, конфета первая. Ну, как так? Ну, ладно, бог с ним, с этим мясом, с этим шикарным стейком. Но конфеты под елку от бабушки, от дедушки. В сумочку куда-то, в ручку, в карманы. Ну, как же так? Хотя бы, чтобы она просто была. Пусть были так. Вам будет вкусна конфета, например, там, чернослив, внутри орех, и сверху, например, что-нибудь медовое? Я люблю конфеты, и мне, честно говоря, все равно, во что завернуто это все дело. Вы знаете, как родились конфеты? Как родились? Я не знаю. И правда, это так вкусно. Я люблю конфеты, мне не важно, как они родились. Вот и все. Ну, то есть, просто, ну, получается, вы не задумываетесь о том, как, да? А я задумываюсь. Вот и вся разница между нами. Вот и все. Я задаю себе вопрос. Если это присутствует в природе, если это было задумано создателем, да, значит, оно подходит мне. Если нет, то я к этому отношусь осторожно. По-моему, это конфеты. Это, по-моему, это конфеты, да? Это конфеты? Это конфеты. Да, это, можно сказать? Да, сейчас. Вы не будете конфеты? Точно не буду. Александр, конфеты? Я продегустирую. Не, подождите секундочку. Я не хочу. Да. Так, Татьяна Демчук, вы шеф-повар, да? Так, Татьяна. Все сладости, которые забрал Александр, это есть на самом деле сыроедические сладости, которые сделаны абсолютно из сырых орехов, сухофруктов. Мы делаем их сами руками, они абсолютно сыроедические. Так, чтобы порадовать вот своего ребенка такими конфетами, вы можете в любое время. Из чего, из чего эти конфеты состоят? Они на вкус чем-то отличаются там от... А вы можете попробовать, отберите у него. Я сейчас попробую. Я не мешаю. Ну вот я, собственно, не чувствую вот вкус шоколада, который я знаю, как на вкус шоколад выглядит, да? Ну да, шоколада там нет. Ну вот, ну а вроде как шоколад. Какая-то обманная конфета у вас. Да, которыми вы, вот люди, которые при... То есть это конфета полезнее, чем те, которые я привык. Конечно. Я понял. Павел, а вы такие конфеты едите? Не создавайте культ еды. Вот эта вот погоня за более полезными, там, биологическими или какими-то там, не знаю, мега-мега здоровыми, зелеными и тому подобными продуктами, она и создает эту проблему, в принципе, питания. Чем проще вы будете к этому относиться, тем лучше. Мы все... Но мы сейчас как раз говорим не о пульте еды, мы говорим о здоровом питании и о здоровье вашего ребенка, в том числе, сейчас говорим. Смотрите, здоровье и питание – это два, ну, очень связанных между собой, да, вопроса. Но они как, вопреки вот общественному мнению, медицине и всему остальному, да, они прямо противоположны, а не наоборот. Я приглашаю в нашу студию врача-фитотерапевта Бориса Скачко. Встречаем. Вы знаете, я видел вашего ребенка, он не выглядит здоровым, но я хотел бы вас спросить. Вы знаете, есть такое понятие биоциноз. Это сообщество растений и животных. И одно без другого, в принципе, не живет. Вот вы пришли питаться неубиенной пищей, правильно ведь? То есть вот животное, вы привели пример, что ребенок не загрызет там козленка, он возьмет яблоко. Но вы можете загрызть козленка? Нет, я не загрызу козленка. А кто за вас грызет козленка? Вопрос не в том, а скажите, пожалуйста, вы же орехами... Ну, убиваете козленка? Хорошо, орехами вы питаетесь? Редко. А представляете, редко. Но семена там подсолнуха, тыквы... Тоже редко. Тоже редко, но кушаете. Кушаем. Гречку вы кушаете, вы замачиваете ее холодной водой, правильно? Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что если бы это зерно гречки попало бы в землю и выросло, и сколько бы у него было детей, то есть философия не убей, она на самом деле, ну, иллюзорная. Философия убей. Вы же убиваете гречку, вы же убиваете ее детей, вы убиваете орехи, вы фактически... По-моему, вы не в ту сторону гречки. Съедая растительную пищу. По-моему, вы не туда ведете. Вопрос не в том. Я не из побуждений, жалости к животным не ем мясо. А почему? А потому что я не хочу выглядеть, как вы говорите, нездорово. Если вы считаете, что мой ребенок выглядит нездорово, бог вам судья. Вы считаете, что я выгляжу нездорово? Ну, не знаю, нет, почему я же об этом не говорю. Я, ну, я хожусь на смешанном питании, я знаю, как правильно питаться. Борис... Давайте не будем спорить. Борис, скажите, пожалуйста, правда ли, что вот в нашем климате сыроедом быть может быть вредно очень? Ну, смотрите... Как вот особенности климата могут... Кухня различных стран формировалась в тех климатических условиях, которые здесь были. Если взять, скажем так, около экватора зоны, то есть это Африка, это Юго-Восточная Азия, там всегда жарко и влажно. И в тех условиях питаться мясом, перегреть свой организм и погибнуть от теплового удара противопоказано. Точно так же там табу алкоголь. Алкоголь быстро согревает организм. Если же мы возьмем крайние полярные, скажем так, зоны, там питаются совершенно по-другому. Мясо, животные продукты дают нам тепло, дают возможность согреться. И в определенных климатических условиях это разумно. Мы находимся в средних широтах, поэтому сейчас, когда холодно, нам нужно больше использовать той пищи, которая больше согревает. Когда будет жарко, когда будет температура 30 и выше, да, я сяду на тот диванчик и буду тоже сыроедом, вегетарианцем, потому что я понимаю, что перегреться очень легко и просто. Ну а вот вы часто едите мясо? Я мясо и рыбу ем каждый день. Это полноценные продукты, как уже говорилось, по аминокислотам. Аминокислотам, и это продукты, которые в принципе не вредят здоровью, если мы их правильно используем. Павел. Маленькая ремарка и вопрос. Самый лучший, да, с вашей точки зрения, с точки зрения официальной медицины, подбор аминокислот в каком мясе? Самый лучший подбор аминокислот не в мясе, не в рыбе, не в птице и не в растительных продуктах, а в смеси, в смешанном рационе питания. Это уже давно доказано. Можно я свой вариант, свой сам ответ. Конечно. Есть один вид пищи, который абсолютно совпадает по аминокислотному составу с белком, из которого состоит человеческое тело. Человечина. Да. Идеальное питание. Почему мы не едим друг друга? Ну, вы знаете, вы пытаетесь это сделать, вопрос в другом. Я пытаюсь вам открыть глаза, это не наше. Если вы считаете, что вы здесь родились, и вы должны из этого есть мясо, тогда давайте уже определимся, кто такой человек. Совершенно верно. Но вы же сами себе противоречите. Растительная пища тоже не полноценна по белковому составу, по-вашему. Она же не человеческая. Я не призываю вас. Или вы считаете гречку, что она человеческая? Я не призываю вас есть гречку или растительную пищу. Кто? Ну, я вас склоняю к тому, что без этого жить нельзя. Абсолютно возможно. Вообще можно ничего не есть. Павел, я хочу спросить. Вот вы как-то размышляли там вот с супругой своей, с Татьяной. Допустим, ваша там девочка Аврора там вырастет в 12 лет, в 13. Пойдет в гости к подруге. Где-нибудь попробует какую-то там колбаску. Скажет, ммм, папа, я хочу тоже есть мясо. Вот ваши действия. Мне кажется, что ее стошнит на самом деле. Я вряд ли смогу. Да, ее скорее всего стошнит, но я не знаю, не могу прогнозировать. Скорее всего, я как бы с пониманием отнесусь к этому. То есть нет никакого насилия. Сейчас я за нее отвечаю, пока она совсем малышка. А дальше, бог в пол, дорога далека. Да, у каждого своя судьба. Дальше ей тяжело будет это сделать, потому что для переваривания нужны ферменты. Я вас прошу. Тут есть варианты. В нашей студии семья, в которой уживаются и сыроеды, и мясоеды. Как им это удается? Сразу после рекламы. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Тема программы «Правда о сыроедах». Я хочу пригласить в нашу студию убежденного вегетарианца, который уживается с мясоедами в своей семье. Это встречает известный музыкант Вадим Красноокий. Добрый день. Дуже интересно вас слушать. Дякую. Не всегда сыроеды могут хорошо объяснить свою позицию. И мне всегда хочется за них вступиться и допомогти. А сегодня я даже не знаю, чем мне будет что-то додать. Уже имеем такие долгие, багаторечные думы. И тем не менее, Вадим, в своих интервью вы часто рассказываете о том, что как вы питаетесь, что вы вегетарианец, как вы вообще к этому пришли? Я думаю, что и бачу, и уверен, что человек – это такая истота универсальная, в которой нет других таких истот на планете Земля, которые могли бы пристосовываться до любых условий жизни и выживать. Можно жить на экваторе, можно жить за полярным колом, в пустели, в горах, скрозь люди живут. Инших таких истот нема. И, соответственно, можно и есть очень разную ежу, и из нее что-то для себя отримать, для того, чтобы продолжать существование. Поэтому, хотя я, за своим впечатлением, сегодняшний вегетарианец, и я симпатизую аргументам сыроидов, потому что то, что я фізично от сырои и рослинной ежи, насамперед, от фруктов, от плодов, это, правда, самый комфортнейший стан. И это найсмачнейшая для меня ежа, если она не обработана в натуральном виде. Если бы я, например, застряг в льдах Антарктики, и я бы там помирал с голоду, я бы не то, что мясо ехал, я ехал бы свой шкиряный ремень, чоботи гризби и выжив бы. Но сегодня я живу в великом городе, где есть полные магазины продуктов, и я понимаю, что существует совсем другая безопасность. Иснует небезпека переедания, иснует небезпека того, что эти продукты очень красивые и очень чем-то подозрело смачные, даже неприродно смачные. В них что-то поклали, и это что-то при регулярном питании нас отруеет. Меня спасает то, что я много продуктов у бабушки забираю, которые для меня готовят. Нормальная, здоровая, сельская пища. Не, а про это все больше и больше людей в больших местах. Про то, что нужно все-таки повернувшись к натуральному продукту. Вадим, а вот ваш сын? Сын Данил, он ест мясо? Это уже сложное наше родинное вопрос, потому что мы с Оксаной, с дружиной, имеем разные взгляды на эти вопросы. То есть я пришел на своем особистом опыте до того, что мне мясо не нужно. Оксана имеет другую думку. И мы с нею регулярно с этого привода сперечаемся, но у нас есть сын, за которого мы несем спульную ответственность, и мне нужно было принять какое-то решение, как тут быть. Я почетово решил, что для здоровья дитини важнейшее, что она ест, это спокойно маме. Давайте посмотрим, как в семье Краснооких удается сохранять баланс сил. В нашей семье, как бы мы, да, мы придерживаемся здорового образа жизни, хотя Вадим считает, что мясо кушать не полезно. Я с ним категорически не согласна. На самом деле, свежие овощи и фрукты, на мою думку, это найсмачнейшее то, что дает природу, потому что все иное без обработки есть неможливо. Его нужно подсоложить, подсолить, додавать какие-то полепшивающие. Я очень люблю курицу, потому что курица – это диетическое мясо, оно хорошо усваивается. Для женского организма оно очень полезно. Оно влияет на качество, эластичность кожи, на волосы, зубы, ногти, ну и так далее. Все, что для женщин важно. Если думать про ежу, как про, в первую очередь, не про задоволение, а про потребу людського, то, власне, свежая сыра, простойная ежа, я вважаю, что для любви это найкраще. И я на своем обосуде это проверяю, и мне найкомфортнейшее. Ваша жена Оксана Михайленко, жена Вадима Красноокова. Оксан, ну вот скажите, вы спокойны, что ваш ребенок ест мясо и... Я очень рада этому факту. То есть вы не согласны с мужем в некоторых, вот что касается питания, отказа от мяса? Я принимаю то, что, да, вегетарианство как явление, оно имеет право на существование, и нам все дозволено, но не все полезно, и то, что нам полезно, каждый выбирает сам для себя. Я считаю, что вегетарианцем можно стать уже, там, после 20, после 30 лет. Вот женщинам после, там, 50 лет не кушать мясо, это может быть полезно. Но растущему организму, а особенно мальчику, мясо очень необходимо. Однажды мы пошли в ресторан, и я заказывала нам обед, и папа в этот момент говорит, а вот папа мясо не ест. Ну, и Даня спрашивает, а почему папа не ест мясо? И папа вспоминает историю, помнишь, мы с тобой ходили в зоопарк? Даня, помню, говорит, а помнишь, мы там свинок кормили? Помню. А мы с ней подружились? Да, подружились. Так вот, папа своих друзей не ест. И тут я смотрю на ребенка. Или с едой не разговариваю. Да, но вы понимаете, я смотрю на ребенка, и я вижу, что у него начинается моральная дилемма. У него проблема психологическая. С одной стороны, он реально хочет кушать, а с другой стороны, он не хочет кушать папиного друга. Мне нужно было как-то эту ситуацию нормализовать, чтобы не было конфликта. Но и как вы разговаривали? Ну, я вышла просто, я сказала, что мама со свиньями не дружит, поэтому, Даня, вот котлетки. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотела бы сказать, что мы немножко свели проблему, как бы, потреблению мяса и белка. Не только в этом проблема стоит. И, конечно, когда о чистом вегетарианстве или лактовегетарианство мы говорили, это же не только белка вы не получаете. Вы не получаете... Никто не возражает из официальной медицины вообще против овощей и фруктов. Это прекрасно. Это носители витаминов, как мы говорим в летний период, витаминизируйтесь. Но ведь они носители только в основном витамина С, каротиноидов, а все остальное, во всяком случае, витамины группы. Что остальное? Ну, во всяком случае, витамины группы В, кальций, железо, дефицитные анемии. И дефицит витамина Д, который сейчас очень большая проблема. Я бы вам даже рекомендовала вот все-таки проверить. Давайте пойдемте по пунктам. Но остеопороз. Хотите? Вот по пунктам и закончим остеопорозом. Да, вот начиная от всех жирных аминокислот, в смысле жирных кислот, от всех витаминов группы Д, Е и тому подобных. И всю группу В. И все, да. Ну и вернемся к водорастворимым С, А, которых полно в растениях. Витамин Д, вот тот, который любимый, если вы будете употреблять, допустим, самый ценный носитель витамина Д, что? Рыбий жир, правильно? Рыбий жир, да. Рыбий жир. Так вот, если вы будете выпить пол-литра рыбьего жира в сутки, вы получите максимум, это ваше же исследование, медицинский, я вам, ну, то есть могу дать ссылки, вы получите максимум 5% от того витамина Д, который наша кожа производит, через 5 минут стояние от солнышка. Да, это не исключается, конечно. Вот, 95% против 5. Но и не компенсирует. Зачем для этого жрать рыбу, извините за слово жрать, но потому что другим словом, ну оставьте, пусть она себе плавает, бедная несчастья. Молочные продукты. Солнца нет. Где нет солнца? Сегодня и в год. Где нет солнца? А чем вы говорите? Запаленность. Запаленность крупных городов. Какая запаленность? Ультрафиолет фильтруется. Я попозже вчера стоял на Днепре, на льду, вот так вот, и принимал солнечные ванны. Нет, принимать ванны можно, фильтруется ультрафиолет. А чем вы говорите? Слушай, ну что вы придумаете? Я бы не жив был. Вы понимаете, просто люди, они на вас не нападают морально, они просто стараются вам пояснить свою точку зору, и тут выходят какие-то незрозумелые перепалки, и мы даже видим, что вегетарианцы, они спокойны. Мы себе не еммо мясо, и нам доброе, так? А те, кто едят мясо, вы мусите есть мясо, вы мусите, потому что там витамины, так-так-так-так. Это просто не сидел с людьми, которые, когда ты сидишь в компании вегетарианцев, ты один ешь мясо. Мы те, что мы еммо, друзья, мы те, что мы еммо, и слава Богу, главное, чтобы мы были здоровы и счастливы, а что еммо абсолютно все равно. Спасибо. Мы сейку пищем, мы справедливо дістал. Важный момент, вот Павел и Татьяна перед программой согласились, они дали согласие на то, чтобы их дочь Аврору осмотрел опытный врач-педиатр. Это Татьяна Починок, она сегодня в нашей студии. Татьяна, здравствуйте. Итак. Я хочу сказать, что на первый взгляд, девочка производит впечатление действительно здорового ребенка. В настоящее время ее бледность кожных покровов связана, и синева под глазами, связана с вирусной инфекцией. Хотя, бледность слизистых и бледность ушей наводят на мысль, что, возможно, у нее есть анемия. Вы правы. Кроме вирусных заболеваний, вирусного заболевания, сейчас острый простой бронхит, у девочки есть хронический танзелит, у нее есть дискинезия желчевыводящих путей, и кариес начинающий зубов, и пищевая аллергия. При сыроедении, как говорит современная педиатрия, идет напряжение всех ферментативных систем. Системы ферментативные в этом возрасте, вот в возрасте Авроры, 4-летнем возрасте, они не совершенны. И никогда не делали анализ крови. Я не могу сказать, что будет дальше. Насколько будет работать хорошо поджелудочная железа, насколько будут другие ферментные системы работать, как она пройдет, период пубертата. Это очень важно, потому что каждый период потом оказывает свое влияние на здоровье взрослого организма. Спасибо. Павел и Татьяна, когда вы в следующий раз поведете Аврору к врачам? Вы знаете, это заключение врача. А у меня есть заключение Господа Бога. Человек живой и радуется жизни. Лиля Олейник, хозяйка ресторана для сыроедов. Кстати, расскажите, как посещаемость вашего заведения? В хорошие дни всегда есть люди. В плохие от 20 до 30 столиков. 80% это сыроедическое имение. Я просто мама четырех деток, и я хотела спросить, вот к врачу воспользуюсь случаем, видели ли вы в своей практике абсолютно здоровых детей 4 года, которые было идеально все, носик, поджелудочный, анализ крови идеальный. Вот просто был у вас такой случай? Я всегда задаю этот вопрос врачам. И они мне говорят, ну вот такое не встречается почему-то. Пожалуйста, Борис. Я бы хотел добавить, что термическая обработка животных продуктов позволяет выварить как раз те нежелательные вещества для здоровья, которые могут его нарушить. А растительные продукты, сырые, это в принципе, с одной стороны, это источник, возможно, глистных и паразитарных инвазий, которые великолепно зайдут в организм. И борьба с бактериями, потому что это дезинфекция фактически пищи, потому что, ну, пример того, как сыроеды в Германии погибли, больше трех десятков от проросших бобовых, мы знаем. И больше тысячи находятся на гемодиализе. То есть это тоже растительная сырая пища, которую фактически не сделали безопасной. Я хочу сказать, что по данным статистики, абсолютно здоровые дети, сейчас количество их уменьшается. Но, но, все-таки они есть. И процент их составляет около 20%. Лиля, а вы как резюмируете нашу беседу? Каждый выбирает то, что выбирает? Я взагалі розумію, що в нашому житті мы ходимо від їжі до їжі. Тобто, встречи, вечеря, в гости приходим, треба пригостити. Я бы дуже хотела, честно, чтобы, правда, мы ели только для того, чтобы отримать задоволение. И этого было очень мало. И, взагалі, чтобы мы просто были счастливы, когда мы едем. И все. То есть, чтобы мы не набирали лишние ваги, чтобы мы не вбивали никого для того, чтобы ести. Просто, чтобы были здоровые и счастливые. Это важливое, что мне кажется. Остается сказать, что все хорошо в меру. И мы, взрослые, сами определяем эту меру. И стремление к здоровому образу жизни не должно, наверное, выходить за рамки разумного и уж тем более вредить здоровью. Об этом важно думать, потому что это касается каждого.